всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня снова видео готовлю на несколько дней и начну я приготовление с утра мне потом еще нужно будет забрать старшего со школы съездить в общем сейчас я буду ставить крошку картошку то есть запекаться саму картошку в этот раз я решила снять с нее шкурку обычно я ее запекаю просто хорошенечко мою но что-то моим это не особо нравится дым я как-то спросили можно ли запечь без кожуры картошку вот я хочу попробовать потому что обычно я с кожурой прямо вот картошка как вы видите она мне разная вот такую мелкую я как бы сразу две кладу заворачиваю фольгу и буду ставить духовку при температуре 200 градусов где-то я ставлю все зависит от размера картошки на час или на полтора если совсем такая крупная картошка еще есть из кожурой запекать это вообще на два часа вот я делаю в ней вилкой такие как бы дырочки она так лучше пропекается вот не солю когда вот ее сейчас буду запекать солю и уже вот непосредственно когда начинку буду выкладывать в общем каждую заворачивать у меня как раз получилось на 4 порции это у меня вариант детской картошки будет то есть без фарша без всего остального вот здесь я подготавливаю овощи сегодня буду готовить борщ он уже наверное свекольник то есть моем варианте такой суп можно назвать свекольник потому что он у меня без уксуса и в этот раз без капусты я сварила на говяжьей кости у меня в супе нет мяса я об этом уже говорила потому что мои не любят так каждая хозяюшка готовят для своей семьи так как нравится семье вот буду делать зажарку морковка лук и попутно сразу подготавливаю картошку раз я ее так начистила на всю для супчика соответственно я отдельно отвариваю свеклу практически до готовности целого у меня просто две свекли на почему без капусты да две свекли на и вот одну оставлять но не то несет да вот поэтому я решила сварить ну сделать такой суп небольшую кастрюльку у меня получается и просто не буду класть туда капусту кстати вариант без капусты моим домашним нравится больше мне как-то писали что у меня такой не жирные не наваристые супа ну всегда когда хочется что-то жирненького да можно взять например сало можно намазать хлебушек маслом и вот вам будет что-то жирненько можно ветчину взять можно все что угодно да вот можно сметану жирную положить можно там есть на гренки какие-то сделать с чем-то до дополнительная сам суп непосредственно мои любят такой легкие не наваристые не такого чтобы ложка стояла и бульон чтобы не было жирным вот мои не любят что дети что муж у меня вот поэтому соответственно я и готовлю так как нравится моим домашним я бы может быть себе вообще какой-то другой вообще я в принципе сама не любитель первых блюд вот этих жидких не знаю вот но мои едят для них и делу скажем так вот так вот выглядит сейчас в процессе варки мой супчик то свекла достаточно много получился достаточно но я не скажу прям густой вот картофель свекла видите в принципе нормально зажарку уже сюда добавила сейчас у меня немножечко проварится и я буду уже добавлять специи лавровый листочек еще сюда положила такого что то не видно утонул то есть у меня запекается картошка варится суп и я потом поеду забирать сына со школы то есть я готовлю не сразу все а в течение дня скажем так у меня получается вот у меня немножко проварилась картошка проварилась свекла свекла натираю отдельно томатную пасту не стала класть потому что свекла хорошая попалась она прям такая сладковатая и видите прям такая красная поэтому я попробовала сам суп и поняла что ну уксус лишний и томатная паста лишняя вот как-то свекла знаете вот много зависит все таки от свеклы когда свекла хорошая то и блюдо очень вкусные получается чтобы вы из этой свеклы не сделали соль черный перец добавляю сюда потом конечно еще это проварится я попробую на соль всегда пробую всегда вначале меньше добавляю а это у меня зелень который я замораживала летом здесь у меня кинза и укроп вот кстати кинза очень хорошо вот подошла в этот свекольник скажем так прям такой аромат придала вообще обалденный всем очень понравился и чесночок вот так мелко нарезанный добавляю конечно же еще куркуму свою любимую я добавляю просто наверное везде очень мне нравится вот так что сейчас еще немножечко проварится так как зелень замороженная я ее немножко провариваю иначе у меня скисает все вот поэтому ну так вот но получается очень такой кстати очень вкусный суп получился на говяжьей косточки вообще просто обалденность чесночком практически у меня готов сейчас немножко еще проварится попробую снова на соль как я уже говорила потому что могу пересолить есть у меня такой грешок могу не досолить могу пересолить поэтому стараюсь стараюсь пробовать ну вот все у меня готово накрываю крышечкой буду выключать и поеду он как раз меня настоится вот такой вот у меня получился давайте назовем его свекольник потому что борщ он все-таки и в моем даже понимание борщ должен быть такой прям наваристый такой прям ух вот но в моем случае это будет свекольник кстати да по моему когда не кладут капусту то и называется это свекольник возможно возможно я не права вот ну а сейчас я буду делать котлеты я уже говорила предыдущем видео у меня сломалась насадка мясорубка от моего комбайна и фарш у меня в этот раз покупной здесь я перемалываю лук с булочкой вот и буду добавлять фарш у меня домашний покупной но вот покупаем мясном магазинчике он там кстати очень хорошие почти как сам сделал мой потому что они его я так понимаю там сами делают вообще как-то видела что им привозят всякие туши вот эти вот и там вот у них есть такой прямо мужчина мясник прям вот знаете он так выглядит еще вот как вот вот настоящий мясник у него такие руки большие топор такой огромный нож знаете по классике прямо такой мясник в общем добавила булочки добавила специи сюда вот эти у меня мои любимые все специи я заказываю с iHerb у меня ссылка по вам под каждым видео девочки есть на iHerb можете можете сами просто набрать приложение скачать в общем там заказываю до долго ждать две-три недели примерно посылку но это стоит того поверьте вот в общем все перемешала и буду формировать котлетки и обваливаю я их в панировочных сухарях делаю такими плоскими они процессе жарки немножко так подымаются становятся уже такими пушистыми хотел сказать но вы поняли да уже такими вот так что каждую котлетку обваливаю в панировочных сухарях обжариваю с двух сторон а потом буду пропаривать такой плошечки я называют плошечкой вот и делать вот котлетки у меня любят ну такие я не сильно большие делаю по форме и не сильно маленькие такие средние наверное вот так что да вот мясорубка сломалась а муж хочет котлеты лишать же его котлет правильно ну поэтому я купила фарш вот я их переворачиваю таком среднем огне ведь они такие зажаристы получаются а потом вот это вот плошечка это плошечки много-много лет это еще наверно советских времен там чуть на ней 7 копеек или 10 написано вот так что она у меня очень любимая прямо не хочу ее ничем заменить мне очень хорошо вот котлетки к расставлю их просто так на огонь можно и в духовку но я привыкла так делать и купаты которые тоже покупала вот этой мясной лавочки своей я в них начали наливаю немножко водички они как бы пропариваются потом уже быстренько обжариваю с двух сторон до такой золотистой корочки еще решила сварить компот здесь у меня брусника с прошла позапрошлого года и черника который мы собирали сами в лесу а у меня еще до сих пор осталось и вот решила сварить компотчик вообще мне ягод много в мразильнике надо надо их как-то тоже использовать очень вот такой вот у меня можно сказать процесс сейчас как раз котлетки тоже закипят на плите вот ну а здесь я готовлю для крошки картошки для его детского варианта готовлю крошку картошку для детей кстати маленькой кастрюльки у меня сейчас на столе стоит я сварилась параллельно гречку как раз котлеткам будет очень хорошо беру сосиску обычно или колбасу или то что у меня есть в холодильнике сыр вот у меня готовы уже постояли полтора часа готовая картошечка будем ее разминать до состояния пюре и вот эти две картошки я разминаю так как бы ну чтобы получилось да как одна картошина скажем так вот я уже показывала как я готовлю будут добавлять сюда очень кстати понравилось вот это масло ги которое я покупала тоже на херп это как топленое масло но это не как наше топленое масло оно такое сливочное как будто на сливках сделано знаете очень вкусно и вот в картошку добавлять или вот ну куда-то в соусы она просто обалденно и не забыть надо в этот момент посолить я иногда грешу что забываю честно вам признаюсь и хорошенечко разминаем вилочкой до такого ну как бы по краям немножко так оставляю то есть такую лодочку делаю да вот и будем выкладывать нашу начинку можно использовать фарш грибы курицу что вы любите да ну еще раз повторюсь у меня такой детский вариант и сыр можно натертый но у меня уже был порезан сыр поэтому я вот прям так положила в духовку ставим просто вот чтоб сыр расплавился да то есть минут десять наверно максимум вот такая красота у меня получилось компотик пожалуйста добавляю кстати туда сахара немного он такой горьковатый немножко кисловатый но очень вкусно мне нравится моим домашним вот здесь у меня борщ мы уже с сыном поели и муж у меня уже поел поэтому у меня уже видите почти пол кастрюля копаты обжаренные вот такие вот очень вкусно меня муж их на завтрак есть и может тут к борщу также взять если ему жирности вдруг мало вот котлетки на ужин у нас как раз вот они полностью у меня пропарились вот моей плошечки любимый я ее так называю это это не имя у нее такое девочки плошечки вот и крошка картошка и вот гречка который я там параллельно варила вот немножко ее сварила тоже вот и детям как раз вот эта крошка картошка они с удовольствием как раз на два дня на два ужина хватит видите то есть достаточно просто чтобы сыр расплавился и все уже можно вытаскивать потому что картошка уже полностью готова порезала помидоры огурцы еще и достала маринованные огурчики которые мариновали вот этим летом мои огурчики с моего пармачка очень кстати вкусный прямо молоденный вот ну и параллельно я там может быть на следующий день достану тоже какую-нибудь свою закрутку закатку вот какой-нибудь салатик который делал летом и вот такой вот получается у нас ужины и обед и компот и все вместе прям как все как положено то так и сделала в общем я на сегодня буду с вами прощаться на такой вкусной ноте надеюсь вам понравилось такое видео но был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую и до новых встреч